В Казахстане заметно редеют места в торгово-развлекательных центрах. Продавцы одежды уходят из насиженных мест. В некоторых торговых домах пустеют целые этажи. Как признаются ритейлеры, продажи упали до 45%. Какие факторы стали тормозить наработанный бизнес? Почему, несмотря на отсутствие спроса, предприниматели продолжают строить торговые центры? И какая участь может ждать их? В репортаже Нургали Карабаева. Один за другим бутики в торговых центрах пустеют. Многие продавцы из-за отсутствия спроса вынуждены закрываться, либо искать более дешевые точки. Аренда в торговых домах в основном идет в долларах, а курс плавает, в отличие от практически замороженных доходов населения. В целом системная проблема все-таки валютной зависимости владельцев ТРЦ. Очень заметен фактор курсовых скачков на спросе. Как только стабилизировались торги по доллару в Казахстане, буквально через 2-3 дня идет некая волна спроса. Как только начались опять скачки, мы сразу же это видим в рознице. То есть в рознице сразу практически замирает все. Так, по данным ритейлеров, за полгода продажи упали до 45%. Предприниматели надеются, что это дно, но абсолютной уверенности нет. Сегодня только в Алматы 27 торгово-развлекательных центров. Дополнительно к этому в этом году планируется открыть еще 6. Правда, время выбрано не совсем удачное. Например, 80% площадей в торговых центрах, открывшихся в прошлом году в Москве, так и пустуют. Не исключено, что то же самое может сдать эти объекты. Таможенный брокер Геннадий Шестаков считает, что строительство подобных зданий носит и вынужденный характер. По словам эксперта, для бизнесменов это быстрый способ легализовать свой капитал. Деньги, которые можно было вывести еще в тот 5 лет назад, тем более 10 лет назад, их вывели, они где-то там в обороте были, их надо снова в казахстанский оборот вводить. То есть их в любом случае уже теми способами, которые были там 15-20 лет назад, не везешь. Единственное, как везде в белом свете, легализация денег проходит через строительство. Внедрять вот в это строительство еще компонент производства уже не хватает, ну, наверное, фантазии. Тем временем ритейлеры предлагают в качестве аренды установить минимально фиксированный платеж и плюс долю от продаж. По европейскому опыту, заявляют они. Сейчас продавцы готовятся к новым испытаниям. В конце марта откроется сезон новых коллекций, закупать которые ритейлеры будут в долларах. Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 31 канал.